Здравствуйте, мои дорогие ребята и наши уважаемые зрители! Сегодня у нас будет поистине огненный эксперимент. Мы будем с вами делать зелёное пламя. По крайней мере, попытаемся его сделать. Сразу предупреждаю, эксперимент этот опасный. Его нельзя делать одним, только в присутствии родителей. Итак, для этого эксперимента нам понадобится борная кислота, этиловый спирт, спички, какая-нибудь ёмкость, я взяла чашечку. Можно на неё одеть фольгу, но у меня есть такие вот фольгированные сразу чашечки, чтобы они красивые и у нас хорошо встали. Итак, мы берём с вами борную кислоту. Насыпаем в нашу чашку фольгированную. Затем наливаем туда этиловый спирт. Ещё раз предупреждаю, делать-то всё надо только в присутствии взрослых. Налили этиловый спирт, оставили. Берём спички, потому что спички этим не игрушка. И поджигаем. Итак, пока у нас пламя обычного цвета. Интересно, изменится ли оно в ходе нашего эксперимента. Вы слышите, как он бурлит? Это идёт реакция. Но вот синенькие нотки где-то там, и зелёненькие нотки, точнее, там уже больше. Вау. Если хорошенечко приглядеться, то можно увидеть, что там есть нотки зелёного пламени. Вот-вот-вот-вот. Потому что наша борная кислота должна хорошенечко впитать в себя этиловый спирт. Вот-вот-вот у нас появляется уже появляется зелёное пламя. Надеюсь, вам хорошо видно, что вот оно, вот оно уже наше с вами зелёное пламя. зелёное пламя. Здорово. Силёное пламя. Люблю смотреть на огонь. Особенно, когда он такой интересный. Необычный. Исей. Спасибо. Сидень. Продолжение следует...